Генеральная уборка улиц и транспорта, дезинфекция подъездов и общественных пространств. Эти меры безопасности во время пандемии обсудили на заседании городского оперативного штаба. Районные власти доложили главе города, что управляющие компании и ТСЖ в целом справляются с новыми обязанностями. Дезинфекция, дезинфекция обстоятельств, процентов подъезда и леды, и детские площадки обтянуты. На текущий момент проблем нет. У нас с вами цель, чтобы все подъезды были ежедневно обработаны, все контактные поверхности. Городской оперативный штаб работает в непрерывном режиме. Сотрудники муниципальных предприятий, которые работают в период пандемии, обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Помимо масок мы выдаем кондукторам и водителям еще и дезинфицирующие растворы и влажные салфетки. То есть мы выдаем это. То есть все это в полном объеме присутствует и под роспись выдаётся. Что необходимо продолжать делать? Это, конечно, усилить контроль, продолжать усиление контроля за соблюдением гражданных принципов изоляции на доме. Особенно групп риска, про которые все мы знаем и говорим, это лица 65 лет и старше, граждане, имеющие хронические заболевания. Не прекращают свою работу и детсады. Открыты 215 дежурных групп. Продолжается и выдача продуктовых наборов семьям, мало обеспеченным тем, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, а также сиротам. Планируемые недели с 20 по 26 апреля. Запланирована выдача наборов 24 070 детей воспитанников должны получить. У нас пошло динамикой плюс 53 заявления получили на дополнительные льготы. Пожилым людям и тем, кто в трудной жизненной ситуации, помогают волонтеры. Записаться в ряды добровольцев может каждый. Для этого нужно оставить заявку на портале мывместе2020.рф.